Себастьяна Риччи У малоизвестных художников По одним данным его учителем был Себастьяна Мационе По другим Федерико Червейли В 1678 году Обвиненный в попытке отравления Женщины заберенившей от него Риччи был заключен в тюрьму Выпущен на свободу по ходатайству Одного из членов семьи в Пизане Позднее он женился на матери своего ребенка После освобождения Риччи уехал в Болонию И свое образование продолжил Под руководством Джан Джузеппе Дель Соле Художника декоративного направления Находившийся под влиянием манера Веронеза Изучая достижения Болонской и Ницинской школ Риччи создал свой неповторимый стиль Для которого были характерны Ярко-цветовая гамма Светлый колорит, декоративность, композиция Я цитирую Википедию Его заказчиком стали Герцог Пармен Рануча II Фаронеза В 1686 году Риччи выполнил по его поручению О плакиванию Христа для церкви Нового Капуцина В 1687-1688 годах он создал серию полотен со сценами Из жизни ринского папы Павла III Для дворца герцога Фаронезы в Пиаченце В 1688 году Риччи оставил жену дочь В Болоне бежал в Турин С дочерью художника Джованни Франческо Перуцини Магдалиной Риччи был снова заключен в тюрьму Ему грозила смертная казнь Но благодаря герцогу Ранучу Он избежал наказания Тот его нанял в качестве придворного художника И поселил во дворце Фаронезы в Риме Художник по заказу герцога Копировал ватиканскую фреску Рафаэля Коронация Карла Великого для короля Педовика XIV Смерть герцога Рануччи в декабре 1694 года Вынудила художника покинуть Рим Он переехал в Милан Здесь до ноября 1695 года Работал над росписью часовни церкви Сан-Бернанди на день Морти В Милане Риччи познакомился с живописью Александра Маньяш В некоторое время возвращается в Венецию И время от времени покидает пределы республики Чтобы исполнить очередной престижный заказ Этот период отмечен серьезным увлечением Риччи творчеством Вероне В 1606-1707 годах во Флоренции Риччи выполнил две важнейшие работы Некоторыми последователями творчества художника А они считаются вершиной его карьеры Риччи создал большую серию фресок на мифологический сюжет И аллегорию в палаце Моручелли-Фенци И работал вместе с художниками Джузеппо Тоннери Под украшением комнат палаца Пяти Венера и Адонис Очень красивый комнат Это информация Фрески в палаце Пяти по сравнению с предыдущими работами Риччи Отличаются более ярким цветом и светоносностью Эти работы принесли Риччи европейскую славу В 1712-м Риччи вместе с племянником их учеником Марка Переезжает в Лондон Вдвоем они создали серию из восьми полотен На мифологические сюжеты для лорда Берлингтона По заказу графа Портленда Риччи расписал часовню герцога Чендоса По дворце Кенонс Пробыв в Англии четыре года Риччи переезжает в Париж В 1718-м году за работу Триумф мудрости над невежеством Себастьяна Риччи был принят в Королевскую академию живописи и скульптуры Надо сказать, что творчество Риччи самого раннего художника Рококо Повлияло на развитие целой плеяды венецианских мастеров Нового поколения Франческо Паласа Гаспара Дициани Франческо Мильори Увлечен был произведением Риччи И самый гибкий и разносторонний из венецианских художников Дьепола Умер Риччи 15 мая 1734 года В возрасте 74 года Вот так, кратце о Себастьяна Риччи Итальянском художнике Представителе венецианской школы живописи Пока-пока, до свидания Узнали что-то новое Субтитры создавал DimaTorzok